Здравствуйте! Вклад компании Кокамин в развитие российского рынка отопительных приборов нельзя недооценивать. Чего только стоит их Камин Бавария, который за долгие годы превратился в огромный модельный ряд с огромным количеством модификаций. Ну и естественно каминные топки, куда же без них? Уверен, что зрителям канала Форнакс Филм было бы интересно узнать, как производятся все эти изделия. И специально для вас этой весной мы посетили завод Экокамин, который находится в Подмосковье. Вместе с вами мы узнаем, как производятся эти чудесные изделия. Куда мы двигаемся? Мы двигаемся в основной цех нашего завода. На сборку, наверное, да? При помощи погрузчика заводится металл в участок лазерной резки. Здесь мы видим два лазера. Один танц-лазер, второй лазер-лазер, второй лазер-лазер. Здесь и далее, друзья, мы будем слышать комментарии директора завода. Он будет рассказывать об основных участках, основных моментах, которые связаны с производством каминов и каминных топок. Все производство располагается в двух крупных корпусах. В первом корпусе в основном все, что связано с металлообработкой. Это, конечно же, два лазерных комплекса, которые производят резку металла по заданному крою. Все заготовки далее поступают на участок гибки и обработки. Часть нашей экскурсии мы сознательно проводили в обеденный перерыв для того, чтобы можно было бы спокойно все отснять. Но часть работы, естественно, мы увидим в действии. Сейчас это тромка и такой тоже применитрует термо-трумку метровое производство. Одни из самых современных на рынке. Непосредственно вот мы видим, да и здесь применяемые от чертежей и матрица Фуансона, которые тоже фирма-трумка. Согласно конкурсской документации, специалист по окидке... Мы сейчас как раз видим тот момент, когда устанавливаются новые плансоны для того, чтобы обработать деталь. И специалист сверяет с технической документацией, все ли верно выставлено, все ли работает правильно. И так происходит для каждого изделия, для которого требуется перенастройка оборудования. Оборудование используется от самого простого до самого сложного. Естественно, есть такие вещи, которые требуют обработки даже на простых вальцах. И этого достаточно для того, чтобы изделие выглядело красиво и симпатично. А вот то, для чего нужна была прецизионная точность при изготовлении заготовок. Это сварочный робот. Практически целиком топка варится роботом. Увидеть безупречное качество шва и лишь незначительные моменты требуют доработки вручную. Соответственно, то, что роботом было недоварено, в силу конструктивных особенностей сделали. На пасту при досборке сварщики вручную какие-то элементы проходят. Ну вот, например, да. Устанавливают конвекционные трубы, там здесь просто проходят зажимы. Там не крепежные элементы стоят. Зрители канала Фарнаксфилм помнят, конечно же, о том, что при производстве печей-печей каминов Экокамин используется также чугунное литье. И литье это производится во Франции, компании Invicta, давним партнером компании Кокамин. Даже такие, казалось бы, простые изделия, как топки печей-каминов в Баварии, все равно варятся с помощью огромных сложных кондукторов. И это сделано специально для того, чтобы изделие получилось надежным, качественным и прослужило своему владельцу очень долго. Да, количество оснастки поражает. И это только вершина айсберга. Это камера терпеструйной обработки, изделия дробиметится для создания наиболее лучших наэкокамин. Большое внимание, конечно, компании Кокамин удивляет качеству окраски своих изделий. Специально для этого построена дробеструйная камера, в которой происходит обработка поверхности. Для того, чтобы краска на изделии зафиксировалась лучше, используется различная краска. В тех изделиях, назначение которых скорее утилитарное, то есть просто обогреть и приготовить еду, краска используется обычная, отечественного производства. Ну а в топках или больших каминов применяется уже импортная краска. Ну вот, постепенно народ возвращается с обеда, и мы уже можем рассмотреть полноценно каждый этап производства топок и каминов-экокамин. Процессы сборки металлических изделий на каждом предприятии примерно одинаковые, поэтому особо останавливаться мы на этом не будем, а далее рассмотрим то, что отличает производство экокамин от других производств, в том числе и отечественных. На сборочном участке происходит окончательное доосвещение топок, навешиваются дверцы, изделия маркируются и упаковываются перед отправкой на склад. Вся продукция надежно упаковывается для того, чтобы при перевозке не повредить лкокрасочное покрытие и стекло. Тяжелые изделия в обязательном порядке фиксируются к палетам для того, чтобы исключить смещение при транспортировке. А вот во втором цехе происходит самое интересное. Здесь находится то, ради чего стоило проехать почти 500 километров от Москвы, для того, чтобы увидеть, как производится литьевой шамот. В специальном чане замешивается раствор, который затем помещается в специальные формы, и с помощью вибростола из этих заготовок удаляется воздух. Как только перестают воздух выходить, изделие отправляется на сушку и комплектовку. Очень ответственная работа, ведь нужно следить не только за тем, чтобы весь воздух вышел из заготовки, но чтобы форма заготовки также соответствовала запланированию. После того, как заготовки высыхают, они отправляются на комплектовку. Два основных цвета литьевого шамота производятся на заводе «Икокамин». – черный и белый. Для литьевого шамота делаются мастер-модель. Для новых изделий изготавливают специальную мастер-модель, которую впоследствии будут использовать для новых отливок. В печах каминных «Икокамин» также применяются плиты из вермикулита, и на этом участке из больших листов происходит нарезка в размер. Это вермикулита, тоже порезанный лист такой получается. Это европейский вермикулит, но в России его должного качества не производят. Очень много мелких деталей используется в топках и в каминах «Икокамин». На производстве для их изготовления есть специальный участок. Но сам «Икокамин» не может сделать при помощи только квалифицированного оператора, который составляет программы. Он и сверлится, он и презирует, он и точит. Вот специалист экстра-класса «Игорь». Он и точит разные вещи. Очень высокая точность. Вот это в регулировке, если обратите внимание, везде это делают. Вот где штырек, вот топок регулируется, вот в бабушке вот эти. Сюда штырек вставляют. На этом участке происходит нарезка труб на заготовки, которые дальше станут конвекционными трубами в топках и каминах. Очень ответственный и волнительный момент. Ведь стоимость этого огромного листа стекла сопоставима с размером заработной платы за месяц. Для раскроя стекла используется специальный станок, который по заданным координатам размечает стекло и производит его резку. КОНЕЦ! 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но даже самое качественное термостойкое стекло после его резки требует специальной обработки. Это необходимо для того, чтобы в процессе сборки, транспортировки и эксплуатации стекло не повредилось. Кромку стекла необходимо обработать. Для этого на заводе есть специальный станок, в котором несколько шлифовальных алмазных кругов трудятся над созданием идеальной кромки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот тут, я не знаю, удастся мне показать или нет. Да. Кромочка ровная, красивая. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Большое конструкторское бюро находится здесь же, на производстве. Его специалисты готовы в любой момент проконтролировать качество сборки изделий, которые они разработали. А нет у вас секретных разработок таких? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Зрители канала Форнаксфильм также удивлены увиденным. Мы, приехав на завод, ожидали увидеть огромнейшие площади, где работают сотни человек. Подпетие явно построено по европейскому принципу. Оно небольшое, площади небольшие, трудится не так много людей. Но есть одна важная особенность. Каждый участок имеет возможность быстро перестраиваться для производства другой модели. В чем мы и убедились лично. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если вы ищете для себя небольшой камин для загородного дома, либо же огромную каминную топку для большого каминного зала, то это однозначно ЭКОКАМИН. Заходите на сайт форнакс.ру. Там представлены все модели, производимые компанией ЭКОКАМИН. Ну и также ждем вас в магазине Форнакс, где вы можете познакомиться с этими моделями лично. Ну а я с вами прощаюсь. До новых встреч, друзья. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok